Только за три первых месяца 2022 года в Актюбинской области выявлено 20 случаев ВИЧ-инфекции. Основными причинами заражения остаются беспорядочные половые связи и применение инъекционных наркотиков. По словам врачей, действенным профилактическим методом борьбы со смертельно опасным заболеванием остается информационная работа, особенно в молодежной среде. В этой связи врачи Центра СПИД провели встречу с учащимися медицинского колледжа. Эпидемиологическая ситуация по вирусу иммунодефицита человека в регионе стабильная. Не фиксировались факты заражения через донорство или при медицинских манипуляциях. Среди выявленных больных преобладают мужчины. Важно подчеркнуть, что при начале распространения ВИЧ-инфекции в области преобладало заражение путем приема инъекционных наркотиков. Но в последние годы все чаще регистрируется заражение половым путем. Учитывая, конечно же, эпидемиологическую ситуацию и роста именно полового пути передачи этой инфекции, единственным, наверное, самым хорошим профилактикой является, естественно, информирование населения. В том числе и среди студентов, среди школьников эта работа проводится регулярно у нас. Сегодня у нас присутствуют студенты медицинского колледжа имени Момыша Кумамедова. Но среди студентов у нас особая роль, потому что среди именно медработников, они как будущие медработники, поэтому у нас здесь идет не только профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи, а также среди медицинской организации. Так как они уже будут работать в медицинской организации, там у нас очень большая профилактическая работа проводится. И благодаря этому, конечно, с 1989 года у нас не было случаев зарегистрирования именно заражения в медицинских организациях. Это все благодаря хорошей профилактической работе. Отрадно, что это прекрасно понимает и молодое поколение. Информационная работа проводилась с учащимися по специальности акушер-гинеколог. Будущие медики осознают, что во многом и от них зависит профилактика ВИЧ-инфекции. ВИЧ – это иммунодефицитное заболевание. Если затрагивать вопросы профилактики, важно оградить себя от незащищенных половых контактов. Эти вопросы мы обсуждаем как в стенах колледжа, так и вне учебного заведения. Делимся друг с другом информацией. Как будущий врач хочу посоветовать, особенно молодым людям, строго следовать гигиеническим требованиям, вести здоровый образ жизни. После окончания колледжа я хочу получить высшее медицинское образование по специальности акушер-гинеколог и в дальнейшем носить свой вклад в улучшение здоровья людей, проводить разъяснительную работу с населением по профилактическим вопросам. Как всем известно, ВИЧ-инфекция относится к неизлечимым заболеваниям. Невозможно полностью избавить организм от вируса. Однако, благодаря научным разработкам, современная терапия позволяет перевести ВИЧ в разряд хронических болезней. Ежегодно растет количество обследуемых людей. Именно поэтому в текущем году за три месяца инфицированных было выявлено больше, чем по итогам первого квартала прошлого года. За три месяца у нас мы выявили 20 людей, живущих с ВИЧ. В принципе, идет ежегодный рост именно полового пути передачи этой инфекции. С 89-го года у нас выявлено 546 людей, живущих с ВИЧ. Увеличение из-за того, что у нас идет больше обследований. Потому что сейчас мы обследуем также половых партнеров беременных женщин. Это для профилактики в ноте вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от мамы к ребенку. Поэтому у нас увеличилось обследование в целом. Наиболее уязвимый возраст для ВИЧ-инфекции – это возраст от 20 до 39 лет. Есть и 20, но самый молодой у нас 21-летний. Несмотря на ежемесячные выявления новых случаев ВИЧ-инфекции, Актюбинская область относится к регионам с низкораспространенностью вируса. Случаи заболевания за всю историю наблюдений выявлены во всех районах, кроме Уилского и Байганинского. Важно отметить, что по состоянию на 31 марта текущего года в области на диспансерном учете состоят 366 людей, живущих с ВИЧ. Николай Сырбов, Армандус Магомбетов, телеканал Актюбе.